Добрый вечер всем, кто нас сейчас будет смотреть, слушать, тем кто будет смотреть в записи. Мы находимся в секторе команды Big Carp, пляж Сусита, южная его часть. Что там плещется подозрительно у вас? Рыба. Рыба? В 20 метрах от берега. А что за рыба? Карп. Карп. Ну, как бы передаю слово членам команды, говорите все, что на душе. Всем добрый вечер, что сказать, что на душе. У нас на душе, как бы, в принципе, все хорошо. Мы находимся на прекрасном водоеме, 5 дней. Мы работаем здесь. Мы не находимся дома, мы не находимся на работе. Мы кайфуем от природы, от погоды. Какой закат сегодня? Погода, конечно, нас порадовала после долгих дождей, холодов. Она нас порадовала, то есть нам, в принципе, ничего не мешало. Было комфортно, в точке зрения именно вот как нахождения на берегу. Не по колено в воде, не со сломанными тентами, как это было в прошлом году. Ну, позав прошлом году была погода по суровию, были дожди. Но была рыбалка, по-моему, у нас. Ну, не только у вас. Единственная команда была с нулем дельта в прошлом году. Так что было очень даже хорошо. То, что касается нашего сектора, как бы нашего местной, нашей работы, я думаю, что мы сделали максимум усилий для того, чтобы поймать рыбу. У нас были карпы, мы поймали карпы, но они были незачетные. Не биг карпа? Не биг. Вообще не биг. А их взвешкой? Да, первая карпа мы взвесили, он завесил 960 грамм. 20 грамм не хватило? 20 грамм не хватило для зачета. И второй карп, ну, мы даже его не... Ну, там грамм до 700, наверное. Ну, мы сейчас у Кингов были, у них там тоже один лежал, к которому они сомневались, но он оказался 720. Хотя Майя давала ему не больше, чем 500 грамм. Ну, мы даже не стали его... Тревожить. Да, мы отпустили его, мы попросили позвать даже не дедушку, а хотя бы папу и маму. Хотя бы брата позвали. Ну, ждем, ждем. Сектор как бы непростой, потому что он очень глубокий. Вот, очень глубокий и на расстоянии 50, 50-60 метров есть постоянные зацеты. Я не знаю, что там находится. Может, сеть затопленная? Нет, нет, мы вытаскивали несколько раз корочки, корни. Да, грузки, да. Вот. То есть мы работаем с определенной снасткой для того, чтобы избежать во время поклевки, во время вываживания потери рыбы именно вот в тех местах. Тем не менее, мы сколько потеряли рыб? Да, у нас было... Вместе со снасткой. Но не менее трех. Не менее трех это следует. Вас смотрят многие ваши конкуренты? У нас нет конкурентов. Не, все друзья, я знаю. Все друзья. Команда Perfect, команда Team by Carp смотрит вас сейчас. Мы очень рады за всех ребят, за все команды, которым удалось уйти от нуля. Мы рады за лидеров этого турнира. Молодцы ребята. Респект Иважуха. Мы не на секунду вообще не потеряли надежды. Мы работали постоянно. Постоянно работали, анализировали. Что-то меняли, что-то изменяли. Дистанция. Вам привет от Сереги Пескова. Спасибо, Серега. Тебе тоже привет. Думаю, что мы сделали максимум. Скорее всего, что как и все, может быть где-то допустили какие-то ошибки, но эти ошибки мы будем уже анализировать после. Сегодня мы приготовили вот перед концом, окончанием кормления, мы приготовили, подготовили плацдарм. Ну, надеемся, что... А у вас ночью покровки есть? Нет, у нас были... Пару коротких там буквально пиков, падение свингера, оно сразу подсекалось, но ничего не было, не засекалась рыба. Я думаю, что все-таки вот эта снасть, с которой мы работаем, она очень проблематична для того, чтобы засекалась рыба. Вот. Но у нас нет другого выхода, потому что даже если будет поклевка и у нас будет... не будет этой снасти, мы просто не сможем вообще вывезти. Ну, вот тут пишет Слава, что он предупреждал этот сектор. У нас мы были готовы, у нас есть клипсы? Нет, он имел в виду, что он предупреждал при разбивке, что в этом секторе достаточно проблематично, здесь много зацепов. Ну, я как бы Славе респект. Как ты говорил, Эн Маласа. Эн Маласа, точно. Маласа. Молодец. Научили человека уже мусульманскому языку. Сейчас я хочу поставить просто... Мы-то точно выжимаем все из сельса. Треногу поставить. Да, как сказал один известный философ, очень тяжело искать черную кошку в черной комнате. Особенно если ее там нет. Да. Ну, да, тем более, смотрите, несколько раз мы оставили... Вам 20 трусик предупреждает. Такие насадки им тоже. Такие насадки, которые могут сподвижнуть на поклевку и сама. Кстати, самый узко. Намеренно ставили. То есть проверить, там, есть ли хоть какое-то движение, там, хоть какое-то такое сорное не целевой рыбы, но... У нас нету ни одного сама. Нету вообще. Ни одного высача. Вам подбросить парочку? Мы, значит... Ну, подбросите хоть что-нибудь. У нас было... Что у нас было? Муж был в самом начале. Муж был. Муж был. Муж один мы на старте поймали. Блин, вот еще одна номинация. Есть. Есть фотография. Пошли мне, пожалуйста. Правильно сфотографировать? Да. Пошли ты мне фотографии. Это могло бы быть классной номинацией. За пойманного мужта. Ну вот, пожалуйста. Я пришел. Сектор действительно непростой. Ну да. Сто метров в одиннадцать с половиной метров. Сейчас мы ловим там... Аса вышла на связь. Свыше ста тридцати метров. Мы ушли в последние... Вчера. В последние сутки мы ушли на кормление на дистанцию сто тридцать метров. И положили оснастки дальше. То есть, если мы поймали проходящего далекоего сквозного тузика. Который не довесил... Не дошел до килограмма. Мы взяли его со ста пятидесяти, да? Да. Мы решили все-таки сдвинуть корм. Как бы это было... Ну, опрометчиво или нет. Но, на всяком случае, вблизи мы обловили от шестидесяти метров. Вот глубины пяти метров. Вот там, где валу мы нашли с левой стороны. Где можно хоть как-то протянуть снасть. Потому что вот правее. Тут, если ты на этой дистанции чуть-чуть придержал грузило при перезабросе... Вернее, при выматывании... Ну, все. Это уже... Можно сразу хоронить, обрывать оснастку. Потому что один раз ты, по-моему, вывел снасть с разогнутым крючком. А все остальное оставалось там. Ну, вот Слава пишет, что он тут оставил... Грузил больше, чем во всей своей жизни. Но, с другой стороны, при этом была рыба. То есть, рыба ловилась. Да, вполне возможно, может быть... Это кому передает, Горыныч, привет? Это мне. Тебе? Кто передает? Сурков, Андрей. Андрюха, привет. Привет. Я знаю, ты болел, переживал. Лили тоже привет. И звонил, и все. Ну, мы, Андрюха, сделали много чего. Все, и даже больше. И больше. На самом деле. Потому что мы исходили сектор от 60-ти до... Ну, до... До сколько можно было забросить. Ушли на тонкие лески. Вот. Да. Снасть, конечно, такая. Она спасает иногда, но засекаемость, конечно, так. Похуже, чем у глухих оснасток. Был бы у нас наш монтаж, которым мы пользовались в 2018 году. У нас не было ни одного стола. А что это был за... Что был за особый монтаж? Ну, не то, что особый. Там, это был инлайн, скользящий с трубкой. То есть, как бы... Но он же тоже цепляется. Да. Да. Поэтому мы оборвав несколько таких оснасток. Да, то, что... Ушли. Игорь сказал, что если бы мы... А, если бы... Я понял. Была бы лучше, да. То есть, и реализация была бы. То есть, он все-таки... Скажем так, то, что имеем... Половина команд уже подключилась к стриму и смотрят. Ту рыбу, которую у нас удалось засечь. Ну, как бы, его будет. Вот мы прямо все... Тебе пишут красавцы. Я знаю, что вы бойцы. А Костя Кингип говорит, что вы просто супер команда. Да. Спасибо, Костя. Приятно. Мы знаем тоже, что вы все молодцы. Да. Я думаю, тебе тоже пишет Фернандо Роло. Буона Сирата. Вряд ли он пишет. Это мне. Ну, короче говоря, мы со старта старались и стараемся. И до последней будем до конца сжать, да. И я уверен и надеюсь, но все-таки надо зачетную рыбу как-то взять. Даст Бог. Мы себе и в танцах покажем. Вам пишут ребята, что если бы вы были на том берегу, то он уверен, что вы бы победили. Ну, мы не отпускаем его в ситуации никак. Поэтому глубина большая, то есть, что поделать. Добавилась вода. Возможно, по старым тропам он все-таки действительно ходит. Возможно, он еще когда-то не аккортировался. Когда я был у Кенгов, я насчитал 8 теорий, объясняющих ситуацию. Но в итоге мы пришли к выводу, что все 8 правильные. То есть, они все, скорее всего, сложились вместе. И быстрый подъем воды, и опреснение очень быстро пресной водой. То есть, снижение pH, давление высокое. То есть, как бы очень много разных факторов, которые, скорее всего, просто сложились все вместе. Вот именно в такой пазл, который, к сожалению, выпал именно нам и в это время. То есть, сказать, что мы там перекармливали или нет, я абсолютно с этим не согласен. Потому что, кто был на Кенгарете, видел эту воду и знает, кто ловил это количество карпа. Ну, в это сложно проверить. Потому что, во-первых, мы кормим дозированно, часто и мало. Как диабетика, я понял. Да, мы чуть-чуть. Каждые два часа по чуть-чуть. Держим в тонусе, да. Причем, при всем, мы использовали разную фракцию. То есть, разная степень растворимости. Это касается шаров и на дно, которые уходили. Вплоть до того, что кормили сегодня уже горячим шоколадом. Горячей коноплей. Нет, коноплей сваренная. Для того, чтобы хотя бы она теплая как-то попадала во воду. Мы даже пробовали зигрит. Ну, не только вы. Мы единственные. Ну, как его не попробовать? Глубина там еще такая. Ну, да. Именно в этом варианте мы очень быстро сдались. Ну, просто одна из теорий о том, что именно из-за очень быстрого подъема воды плюс давления рыба стоит в средних слоях, не хочет опускаться на дно вообще нафиг. И поэтому зиг, как бы, может ее там поймать. Но, похоже, она и кушать не хочет. Ну, не знаю, как другие команды, насколько долго они пробовали и тестили, пытались ловить на разе. Я тоже думаю, что недолго. Вот. Может быть, если бы быть более настойчивым, может быть, все-таки что-то получилось, но... Ну, пять дней для этого мало. Я понял. Пять дней для экспериментов все равно не хватит. Почему же, как бы, говорим, что когда едем на чемпионат мира, там уже нет вариантов делать эксперименты. Там надо ехать с готовым ее, там не попасть. На соревнованиях вообще желательно не экспериментировать. Потому что, например, уже переборы всех монтажей эснасток и насадок, это уже приводит, как так сказать... Ну да, это ни к чему не приводит. Не будет результата, тем более, что, как бы, так сказать, акцент делать на каких-то там определенных насадках. На насадках тоже нельзя, хотя здесь отчетливо есть насадки, которые, скажем так, желательно поставить и... Ну, проверенное, проверенное время. То, что люди ставят здесь уже не один год и ловят успешно. Вот это не бойлы, естественно. Не, подожди, никто не говорит, что другие насадки не работают. Они тоже работают. И бойлы хорошо работают. Но просто для разных ситуаций... Поехать просто на рыбалку. Ну, так ты ни с кем не соревнуешься. Ты можешь и бойлы поставить. Ну, понятно, да. А здесь у тебя получается плюс... Ну, как бы, ну, прессинг сложно назвать это прессингом в нашей ситуации. Но... Если ты знаешь, что у тебя, например, та же кукуруза с тигровым орехом работает там в 80 случаях из 100, а бойл работает в 30, ну, понятно, на соревнованиях, но глупо экспериментировать с бойлом, когда ты сразу себе снижаешь на 70% шанс поклевки. Ну, да, тем более, если учесть, что он окажется бойл рыбный, то есть это будет сом в точке, это 100%. Да где у вас тут сом в точке? Он тварь само просит. Не, я имею в виду вообще, то есть там, где он есть, можно его, кажется, приводить, а потом... А потом не отобьешь его от людей. А потом начинать делать другую точку, без этих всех... Ну, это твои коллеги, к сожалению, так у них получилось, команда Кричевичи, что к ним пришел сом, и сейчас его окогнать, и... ну, это просто очень сложно. Ну, насколько я знаю, у них там еще вторая точка запасная была, запасная вторая, которую они там специально там кормили и ловили по образу и подобию, то есть, как водят, так сказать, местные спасатели. Тебе пишут, Игорёня, придумай что-нибудь умненькое. Сказать или... Крыбалки, то я просто не имею. Уже перед придумано, и передумано уже такого... Да, ребята, кто смотрит, поверьте, все спортсмены, все команды, у которых я был, ну реально, то есть, все, что можно было сделать, сделано 100%. Здесь никто не прохлаждается. То есть, как бы, да, могут попить кофе в пирелах между поклевками, вот, но все работают, все выкладываются, и, вы видите, программы разные. Не то, что каждая команда пришла точно такой же программу, разные программы, разные оснастки, но при этом результат мы видим. Это говорит о том, что это не проблема команд и их программ. Это, в общем-то, стихийное бедствие, к сожалению. Возможно, при полной воде, вот такой, как сейчас, вот, в Кемерете, может, есть смысл и вообще в завозку какой-то турнир. Об этом говорил, как раз, по-моему, Рома. Нет, не Рома, кто говорил? Кто-то мне об этом говорил, тоже из команд. А, я сегодня Владику говорил, или когда-то вчера говорил, что вот, если вот не достать до тех, там, мест, там, где она, там, еще, там, ходит, и водоем большой, то есть, возможно, есть, как бы, смысл и при такой воде, там, разрешать завоз, там, прикормки и оснаток. Потому что, понятно, разнозначных секторов нигде не будет, но хотя бы будет какая-то рыба, в любом случае, то есть, ты уже, там, сроки не нашел, там, никаких мест, ну, туда, туда уже. Игорь, мы просто объясняли тому человеку, как, оп, поделочка. Да нет, это сон. Да. Это сто процентов. Я же само столько приношу всем. Причем, я, когда пришел... Причем, два сразу сработало. Да, я, когда прихожу к этим, они уже боятся меня, просто, конкретно, Ключевич. Я прихожу, у них сразу поклевка, тазы, дуплеты, само. Ну, хоть рыбалка есть. Да, кстати, об этом сказали и соседи ваши, у них хотя бы есть какой-то экшен. Да, да. Они хотя бы бегают, вываживают, хотя уже, я тебе скажу, уже последняя поклевка у них. Дима уже уставший, замученный, он же там, как бы, забрасывает все, и кидает, и кормит. Он пошел, просто прилег. Они могут там, Дима, поклевка, он какой-то посмотрел. Это особо. И я так понимаю, что хотел сказать что-то теплое, но постеснялся. Бедный. Да, ну... Нерестовая зона, почему в третьем секторе, я не понял. Не, ну это ерунда. Может, с таким же успехом сказать, что и дуга это нерестовая зона, но там тоже... Здесь нерестовая зона? Нет, в третьем секторе они пишут. А, нерестовая зона, в общем-то, насколько я понимаю, что карпу не обязательно нужен камыш и тростник. Ему нужны камни. Достаточно тоже, чтобы было во что потереться брюхом. То есть не обязательно, чтобы трава была только. И я говорю, что тоже сектор, та же дуга и рядом стоящий сектор, которые были джеты, прошлый год. Ну, вроде же там все условия, да, и трава в воде есть, и камыш для карпа, но там точно такая же ситуация. Поэтому, кто-то уже сказал мне, что вся рыба пошла на нерест. Но об этом говорили уже много раз, что здесь, в Киномерете, рыба никогда не идет вся. Сразу на нерест, она идет партиями. Вначале идут там самые молодые, потом чуть постарше. Почему? Честно, она идет, как бы, в течение где-то месяца полтора движется. Поэтому, как бы, говорить уж четко, что вот человек попал на нерестовую зону, это не совсем правильно. Кто-то трубу ищет. Кто-то ее находит. Ну, сложно сказать, конечно. В перуе там рыбачь, в таком глубоководном секторе, естественно. Для меня было нужно вообще, когда мы притянули кузика с десяти с половиной метров. В общем, я не понял, что он там делает вообще. Живет он там. Да. Андрей, вывод, к сожалению, сделать нельзя. Рыба в Киномерете? Вот весь ответ. Где рыба? Она там. Она там есть. У нас даже, кстати, сетевиков не было ни разу. Не знаю, что здесь рыбы нету. Вы завидуете команде Дельта? Нет, мы никому не завиду. Тут завидовать нельзя. Мы шутим, это мы шутим. Понимаете, если, скажем, у других команд сети, например, получалось, ну, ставили там в семидесяти метрах, ну, здесь это бухта, да, как бы, они ставили поперек, но, как бы, это было 70, 100, 120 метров. Ну, у Дельты, у них сеть стоит просто вот с краю до краю, поперек их сектора, четко вот так, на 40 метров. Ну, смотри, мы были ни один раз на турнирах, и нам тоже ставили сеть. Нам тоже ставили. 80 метров, да, по-моему, нам ставили? Да сколько было поклевок из-под сетей? Ну, так же просто. Я просто помню, что они сеть ставят, а у нас паровозы прямо из-под сетки идут. Ну, они там ставят нам на сколько там, ну, нам ставили тогда сколько, ну, на час-два там, да? Они убирают сеть, она поверхностная, и у нас сразу была поклевка. Ну, там у ребят немножко другая ситуация, там сеть стоит с девяти вечера до семи утра. То есть, вся ночь у них просто вырублена. Ну, надо было брать сход и какой-то крюк придемок, и... И что? Ну, зацепишься ты за эту сеть? Да ты не вытащишь, там, километр сети. К сожалению. Да, вот, в принципе, что сказал Роман из Кричевича и Васишина, он уже сказал, что место шикарное, замечательное. То есть, как бы сюда ехать, ехать, но единственное, что если мы не сможем решить проблему, с сетевиками, то вряд ли поедут люди, вряд ли люди будут вкладывать свои средства, тратить деньги на поездку, на все вот этот балаган, чтобы так вот сесть и тебе вот прямо на нос... Смотри, ну, если как бы поставить на чашу весов, взвесить все за и против, вот именно вот в этом году почему-то вот у меня такое ощущение, что проблема сетевиков, она была намного выше. Острее. Ну, можно сказать... Даже до конфликта, фактически. То есть, в прошлые, допустим, года, позапрошлый год, эта проблема была. Это не проблема, это их работа, да? Но вот в этом году я просто как бы следил за чатами, ватсап и... То есть, это была... Целенаправленно. Целенаправленно. Или в три раза как бы более мощнее, как бы, может быть, действительно целенаправленно. Вот, раз на раз не приходится. В любом случае, как бы рыбачить в январе, на таком шикарном водоеме, вот, это интереснейший водоем. Вот с первого раза... Вспомним белорусов. Понять его невозможно. Сколько раз... Невозможно. Они приехали сюда, пока они поняли этот водоем. Итог. Понял в прошлом году, вполне возможно, в этом году уже нужно понимать... Можно выкинуть тратку с вами. Ну, хотя они рыбу взяли, поэтому сказать, что они совсем не умеют ловить... А рядом не взяли, понимаешь? То есть, просто к тому, что все-таки этот опыт что-то им дает. Мы очень рады, что к нам приехали зарубежные команды. Да, это классно. Такие именитые зарубежные команды. Чемпионы мира, действующие и прошлые чемпионы мира. Вадика, только говори чуть громче. Ты знаешь, говно микрофон. Очень рад. Мы очень... И я... Я очень рад. В том, что зарубежные команды, таки да, приехали к нам. Не побоялись. Возможно, они не знали о всех особенностях. Нашего водоема. Сейчас они узнали о нем больше. Вот. И, конечно, они должны решать, будут ли они бороться в следующем году с этими особенностями или нет. И я думаю, это значит, что это стоит того. Это стоит того. А давай мы спросим человека, который все-таки гость. Потому что его мнение тут очень важно. Именно как человека, который со стороны на это все смотрит. И в Израиле как бы уже не первый раз. Как тебе вообще? Как тебя принимают? Прием тут, скажем так... Кормят ли тебя? Да, тут все хорошо. Ну, паспорт сразу отобрали. Паспорт отобрали, да. На самом деле, ребята, молодцы. Спасибо им огромное за приглашение, за отсекровительство. Скажем так, третий раз на Кенерите. То, что я и говорил, самое главное здесь попасть в рыбалку. Если человек попадает в тот клев, вот как мы попали в космосном году, да? То есть, да, ты понимаешь на самом деле сколько здесь рыбы и как она клюет. Тогда была, конечно, вода ниже и погода была дрянь, но рыба клевала. То есть, у нас ехала по три палки из Таблера. Понимание, что если сейчас рыбалки нету с полной водой, да, допустим, Кенерите, то тогда, когда была ниже, мы просто не успевали порой даже это самое. У нас ехала одна палка, через минуту вторая и через две минуты еще третья. Если бы еще поехала четвертая, то есть я просто не знаю, кто бы ее просто вытаскивал. Вот, и такая вот рыбалка на самом деле. Очень интересно. И, скажем так, в комплексе с походой, которая нас туда сопровождала, да? С таким ураганным ветром и дождем. Ну, это, конечно, адреналин еще тот. Эндуро. Да, рыба клевала. Очень хорошо. Тогда в восемнадцатом-то были. В восемнадцатом, да, да. В прошлом году. Ты в девятнадцатом, да. В девятнадцатом я наблюдал, да, я смотрел там, конечно. Вот два раза переставляли в лагерь, да, переносили? Полностью здесь. Вот это то, что вы видите. Вот здесь вот стоит. Вот это люди переносили два раза. Полностью надо было вынуть все из берега, перетащить, опять все поставить. Вот. Ну, рыбы здесь много, сладо говорю. А тебя не смущает, что у нас не такая крупная рыба, как, скажем, где-то украинских водоемов? Где-то восемнашки, там двадцатки? Ну, скажем так, их тоже не так уж и много, этих восемнашек. Да, есть несколько водоемов, где эта рыба есть. Вот. Ну, есть куча водоемов, которые, допустим, поближе к столице, там, ну, не сказать, что там много таких водоемов. Только ульяновки есть крупная рыба, если надо ехать, там, за крупной рыбой туда ехать. И Марьевка, ну, это уже, как бы, не все могут туда приезжать. Поэтому люди тоже ездят и ловят всякую рыбу, там, и пять, и шесть, и семь, и каждый водоем имеет свой бихиш. Где-то и пятерка большая, то есть, как бы. Дело в том, что здесь рыба, конечно, такая она, за счет, скажем так, просторов, размеров, она хоть и небольшая, но, скажем так, она очень-очень сопротивляется и, да, она очень резая. Такие спортивные карпики, которые, а если еще учесть, когда у тебя там бровка идет резкая, и тебе надо на что-нибудь вскарабкаться, его там перевалить. На лестницу, да. Вот, это, конечно, ну, очень интересно, скажем так. Ну, я надеюсь, что ты приедешь к нам еще. Надеюсь, надеюсь, если все будет хорошо и все еще, скажем так. Сложится все. Да, сложится, да, мы приедем. Ну, как бы, можно считать, что ты уже получил от меня приглашение заранее. Спасибо. Дело в том, что, ну, для меня, я уже третий раз говорю, то есть, как бы, ну, он тянет сюда. Вот, если здесь, как бы, вы видите рыбу, то есть, кто, так сказать, подсел уже, конечно, ну, если я уже повторяюсь, ну... Ну, и плюс к тому, что сейчас зима, и во многих местах уже нормальной карповой рыбалки нет. Не все экстремалы, как Олег из компании Sagitar, с напальчниками, которые ездят именно на зимнюю рыбалку в снег и в мороз. Не все это любят. Он экстремал. Ну, вот. У меня плохой погоды, есть плохая одежда. Ну, да, но у меня же проблема, руки мерзнут, это я не люблю. У нас перчатки. Ну, в перчатках неудобно вязать оснастки. Я тебе покажу специальные перчатки, которых много. Вы, кстати, увидите в этом, когда выйдет на девятом канале передача о наших соревнованиях, как Юлия Панич вяжет оснастки. Ее учит лично чемпион мира Роман Ивасишин вязать волосяной монтаж. Круто. Ну, увидеть Юлию Панич на экране телевизора, это уже... Само по себе уже классно, да. Когда она еще вяжет к Насте. А она подсачивала. Она подсачивала, они когда выводили сама. И Олег Корцаков, я сказал, на, подсак, иди. И она пошла, она взяла этого сама в подсак. Молодчик. Я говорю, Юля, ты отменяй ориентацию. У нас интереснее, чем на девятом канале. Ой, классно. Хочу сказать, не знаю, когда ты нас вырубишь. Пока нет. Наш дур. Я вас предупрежу. Огромное спасибо. Во-первых, организаторам, судьям, которые, как бы, делают свою работу четко. Вот, правда, у нас они не очень не пришлось. Вот видите, пикает то там, то здесь, то здесь. То есть... Вот туда, потом обратно. Ну, это тонус для собаки. Все нормально. Вот. Вот. Спасибо организаторам. Спасибо всем. Спасибо командам. Спасибо тем, кто за нас болел. Вот. И продолжает болеть. Все закончено. Вот. Вот. Хочу сказать спасибо команде. Вот. Хочу сказать особое спасибо нашему Олегу Младшему. Кстати, да, вот как-то некрасиво получается. Сейчас мы покажем вам третьего члена команды. Без которого у нас... Который, да, он просто замечательный человек. Он компанейский, веселый. Он классный. Исполнительный. А как он готовит? Да вообще, я это знаю. Я это знаю. Могу сказать спасибо его папе. За то, что вырастил такого классного мужика. Так что... Спасибо Олегу старшим. Спасибо, да. Нам классно было, интересно. Я думаю, что тебе тоже. Мы тут присмеялись и танцевали, и пели. У нас сегодня был внутренний такой рок-н-ролл, да? У нас сегодня музыка играла. Да. Мы кормились. Призабрасывались. Жалко, что никто не снял это, да? Ну да. Здесь с уточками ходили. Может быть, кстати, кинги такие слышали. Так, а музыка это ваша была или что-то? Это наша была музыка. Да. Нас было слышно, да? Роком по этой халаводе. А, подожди. Кого они попросили сигнализаторы приглушить? Не нас. Не вас, точно? Потому что, я имею в виду, кинги сказали, что вы задолбали. Мы их слышим за километр. Они нас все время нервируют. У нас и так они сейчас срабатывают. Это тактика может быть такая. Хорошо. Спасибо вам, ребята, что приехали на наш турнир. Я хочу сказать всем, кто нас смотрит сейчас и тем, кто будет смотреть потом записи, я еще раз повторю о том, что все, кто находится за пределами нашей страны и не знаю, чем себя занять зимой, подумайте. Тоже вариант. Как бы вот ребята, мы были у Кингов тоже. Вот Костя сказал, что ребята, можете не только на чемпионаты Галейские карпы, у нас просто с ноября по март, в общем-то, по апрель, можно очень неплохо оторваться здесь, на рыбалке и как бы и на трофейной, как делает Юра Бегалов, например. Приезжает сюда практически каждый год почти половить. Мы всегда поможем, чем можем. И будем развивать эту отрасль у нас в Израиле. С Божьей помощью, возможно, удастся как бы как-то заручиться и поддержкой, может быть, и властей в этом отношении. Потому что, скажем, Кибуца и Ингеев, например, они очень-очень заинтересованы. Ну, у них есть и корыстный интерес, конечно, потому что у них гостиницы, у них рестораны, у них там всякие фасилити есть для приема людей. Они очень заинтересованы еще каком-то более там продвижении именно туристической области сюда. А рыбалка, как они считают, очень может помочь здесь, зарубежный туризм. Семья приезжает, дети с женой в гостинице «Муж на берегу». Семья по экскурсиям катается, муж ловит. Все довольны, все счастливы. Вот к нам приезжал во вторник журналист из «Мамона» из «Идиот охранат». Они делают очень большую статью по экономике Кенерета и Галилеи. Их интересовали разные аспекты. То есть какие есть варианты привлечения сюда туристов, ну, кроме святых мест, то, что уже известно всем, да, какие-то новости. Ну, может я дождусь все-таки, нет? Вот, и меня специально пригласили именно потому, что это совершенно новая для них была идея в плане зарубежного туризма рыболовного сюда. Если эта статья выйдет, может кто-то заинтересуется, может найдутся какие-то инвесторы, которые захотят в это дело вложиться. Например, тот же наш любимый новый спонсор компания «Ника» Игорь Сандлер, он сказал, что у него есть помещение для хранения снаряжения. И тоже Артем сказал, что вам все классно, но вам нужно иметь какой-то запас оборудования, который вы можете сдавать в аренду. Потому что человек, если приезжает за рубежа, хорошо, друзья, замечательно. Не всегда такое бывает, что всех друзья, всех знакомых, все товарищи готовы отдать все свое, что у них есть. Поэтому по-любому вам надо иметь какой-то склад, где будут у вас палатки и кровати и все остальное, чтобы могли люди приезжать в любое время. А с вас, как говорится, гид, то есть всегда найдется кто-то из ребят, кто захочет помочь зарубежным гостям, побыть у них гидом. Да, ну я думал, что сначала нужно иметь этот элементарь. Но главное, что склад уже есть. Склад есть. Все. Первый кирпич заложен. То есть понимаешь, главное вбить гвоздь в стену, а картину потом на него найдем, какую повесить. Да. Короче, буду я у вас заканчивать, буду я передвигаться к вашим соседям. Они у меня предпоследние. У меня еще наши арабские друзья в Ингеве остались. И в принципе на этом можно сказать, что в этом году я свой план перевыполнил. Потому что 25 команд я еще не обходил ни разу. Тем более обычно я приходил просто привет-привет. Пока. Я пошел. Спасибо тебе за шедурим, за обзор. Спасибо, это важно, это нужно, это интересно. Может быть мы не всегда смотрели онлайн. Но вы посмотрите в записи. Всегда было просто время. Когда уже домой приедете, когда будет спокойно сесть, с чашечкой кофе, бутылочкой пива. Ну буквально уже поужину и приселить все время. Ну я знаю, все работают, не всегда есть возможность выйти. С пяти утра, но я не считаю там ночных перезабронцев. С пяти утра, то есть и все. И вот вот сейчас. Только присесть и покушать может быть. Да, поэтому рыбалка трудовая. Ну это у нас поклевок было. 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 У нас рыбоклевало. Были поклевки. Да, обрывы, да, обрезы. Да, там груз потеряли. Призабрался. Ну ты такое. Ну у нас склевало, попикивало и... Это так. Да. Ну еще, еще турнир. Не закончился. Не закончился. Все может решиться в последние пять минут, как это бывало уже не много. Еще тоже нет поклевок. Ну это возможно та же причина, почему их... Почему и дневных не туда? Да. Почему-то рыба ночью все раньше четко знали, что, например, есть берега, где ночью есть сто процентов. У меня эти графики, которые я строю каждый турнир. Я потом же строю кучу графиков по времени, вылова и так далее. Тут видно, что есть зоны, где ночная рыбалка есть. А сейчас ее нет нигде. И два предыдущих турнира тоже. Я помню, у нас ночные поклевки были. Да. Два часа ночи. В пять утра. Всю ночь в восемнадцатом году было. Всю ночь отлавливались. И днем не плевало сначала, но потом и днем разловились. Ну, мы же потому и делаем 125 часов, чтобы дать возможность командам раскачать свой сектор. Все-таки в таких объемах воды. Качали. Качали. Кстати, я вам скажу, что вполне может случиться такая ситуация, что потом где-то увидишь в новостях, что оказывается было землетрясение где-нибудь в районе Кинера. Может быть. Такое бывало уже неоднократно. Мы потом это читали, что было землетрясение как раз во время турнира. Ну, понятно, что рыбе это не нравится. Ну, скажем так, мы все равно упираемся до конца. Желательно надо успешного. Тем более, что рыбы хватает и за час, за два, в принципе, можно хорошенько отловиться. На запас. А при таких результатах можно так скакнуть. Тем более, ну, как бы, мы уже видим, какие там, что там у нас работает там, да. Срабатывают чаще, несмотря в неверу в насадки, да. Ну, ладно, это уже ваши внутренние терки. Да. Ну, как-то так складывается впечатление, что все-таки вот на фоне других. Вот. 90% всех баночек, которые находятся здесь, можно уже отложить в сторону. Да, я предлагал. Ребята говорят, не-не, пусть стоит. Не, ну для красоты, для феншоя, что? Да. Что ж ты? Приходит туда, стоит одна банка на столе. Ну, это что? Ну, мы когда закончим... 97-й год, что ли? Да, блин. Все спрячем. Мы специально их подоставляем. Я знаю, какой самый главный секретный ингредиент у вас на столе стоит. Какой? По-моему, W40. Ну, упаси тебя больше. Ну, смазывать больно, чтобы не легче проскакивали просто. Это силиконовый спрей для офигенно дальних забросов. Немножко смазывать. Но приходится, да, приходится немножечко как бы да, улучшать, помогать. Полетные характеристики смазывания. Лубрикант. Да. Вот. Вот. В общем, такие вот дела у нас на сейчас. Но мы надеемся, надеемся, что производят лучше. Спасибо всем. А я, пользуясь случаем, могу сказать привет Украине. Сему, Шейерин. Да. Ридну мову. Да. Закрустаты, если хочешь. Да. А то так получилось, что, как бы, румыны на румынском говорили. Эти... Алан говорил на английском. А на украинском никто не говорил. Ну, тогда я желаю нам, по-перше, миру. Всем здоровья. И все будет... Украина. Классно. И Украина. Все будет доброе. Всем, ни хвоста, ни луцки. Дякую. Хочу, хочу передать привет за человека, который, я уверен, болел за нас и болеет до сих пор. Вот. Это Олегу Караеву старшего. Вот. И пожелать ему поскорее возвращаться в наши ряды. В наше любимое хобби. В наш спорт. Вот. Вот. Нам его не хватает. Присоединяюсь, да. Присоединяюсь, да. Может, потому и не клюет. Скорее всего. Возможно, да. Да. Сказали карпы. Олега нет. Поэтому... Что мы там забыли? На берегу, короче. Все. Все. Всем, ни хвоста, ни чешуи. Не хе, ни че, как я говорил. Не хе, ни че. Скорее. Все. Пошли куча лайков. Все. До свидания. Всем. Спасибо, что смотрели. Заходите и следите за нашими кефирами. Да.